называется тревожный человек нашего времени. Меня зовут Александр, моя фамилия Удалов. Я провожу психологические консультации и провожу тренинги психологические. И моя тема научного исследования, она так и звучит. Она связана с тревожностью. Все про тревожность, которая стала очень актуальна в наше время. Если мы посмотрим на современную цивилизацию, в которой все мы с вами живем, то мы обнаружим себя в таком огромном информационном потоке, в постоянном информационном воздействии. Этому способствует то, что у нас появился интернет, этому способствует то, что теперь у нас у каждого не один компьютер, а много компьютеров. И все это приводит к тому, что вот этот большой-большой огромный поток информации, он нас накрывает, закрывает, покрывает, и мы не успеваем его перерабатывать. Кроме этого огромного потока информации, есть еще одна особенность современной цивилизации. Это желание постоянно чего-то достигать. Постоянно такое достигаторство. Догнать, перегнать, убежать вперед самого себя. И вот это вот соединение потока большого информации и вот этого желания постоянно достигать успеха, оно приводит к тому, что постепенно люди, приходящие ко мне на консультации и на тренинги, проявляются как люди, которые ушли из состояния «я чувствую», и пришли в состояние «я думаю». И когда просишь человека, который пришел к тебе на консультацию, ответить на вопрос, что вы сейчас чувствуете, как правило, звучит чаще всего вопрос, ответ «я думаю», и дальше идет что-то, что он думает. Нет, давайте все-таки ответим на вопрос, что вы чувствуете. Ну вот я думаю, что я… И в связи с этим вот эта вот проблема того, что мы вот эту тревожность перестаем замечать в себе, и она становится… Она не идет нам во благо, а идет, получается, во вред. Вместо того, чтобы обнаружить ее и использовать ее силу во благо себе, человек переходит в свои умствования, в свое думание, и получается то, что получается. Давайте посмотрим на феномен тревожности не с точки зрения науки, а с точки зрения простого среднестатистического человека. Мы провели исследование и опросили более двух тысяч человек, которые находятся в разных территориальном расположении. Это мужчины и женщины, начиная от 23 лет до 57. И давайте мы с вами тоже ответим на эти вопросы. Посмотрите. Ответьте сейчас вместе с теми, кто подходил наш вопрос, на вот эти вот два вопроса. Что такое для вас тревожность? Как вы ее понимаете? Как вы ее для себя идентифицируете? Как вы определяете, что она у вас присутствует или что вы находитесь вне нее? Из тех, кто были опрошены, 84% дали единодушно, 84% определили тревожность как что-то негативное. С одной стороны, как что-то негативное. С другой стороны, эти 84% определили тревожность не как чувство, не как состояние. Тревожность была определена как некая внешняя, отстраненная от того, кого опрашивали, какое-то условие. И вот здесь несколько вариантов приведено. Это что-то страшное, что должно случиться с тобой или близкими. Это какие-то внешние события, которые мешают жить нормально. Это что-то, от чего хочется куда-то бежать. Это что-то, что подвигает тебя что-то делать. Ага, отлично, вижу ваши ответы. Да, ожидание неприятностей, ощущение паники. Ну вот смотрите, ожидание неприятностей у нас получается тоже, да, что это некое ожидание чего-то вовне. Ощущение паники – это уже все-таки переход на наше эмоциональное состояние. Что здесь не так? Если мы обратимся к классикам и к определению тревожности, которую дают уже научные исследования, то мы там обнаружим один общий составляющий момент, что тревожность – это прежде всего эмоциональное состояние. Когда человек трактует тревожность как что-то внешнее, он, получается, отдает вот эту вот возможность взять из тревожности для себя что-то полезное, перевести наличие тревожности в свою опору и силу, он не берет это, а он отдает это на откуп, выводит вовне, и таким образом он лишается опоры. Человек теряет опору, но не отслеживает этого, потому что продолжает жить в голове, да? Я не чувствую, да? Я думаю. Второй вопрос, который был задан в ходе опроса. Нам было недостаточно остановиться только на одном определении тревожности. Интересно было узнать, как человек взаимодействует с тревогой, да? Ну вот он ее определил как нечто внешнее. Теперь посмотрим, как человек взаимодействует с тревогой. Ответьте вместе с нашими опрашиваемыми и со мной сейчас на вопрос, как вы взаимодействуете с тревогой. Что вы делаете в тот момент, когда вы чувствуете, что у вас появилось вот это вот тревожное какое-то состояние. Итак, из 100% опрошенных, 59% опрошенных обозначили свое взаимодействие с тревогой следующим образом. Если определить это одним словом, то они выбрали, очень замечательный способ, уклониться и избежать общения с тем состоянием, которое в них возникло. И вот варианты, да? Как только у человека появляется состояние тревожности, кто-то идет звонить друзьям, кто-то переключает свое внимание быстрее на что-то приятное, уходит с головой в работу. Да, стараюсь отвлечься, молюсь. Вижу, вижу ответ, да. Почему? Почему, как правило, человек не идет на взаимодействие с тревожностью, а избирает такую тактику, как избегание, как отстранение? Потому что на тревожность навешано вот всем нашим постоянным отношениям. Уже закрепился вот этот вот четкий ярлык. Тревожность, ага, тревожность. Это плохо. Дали оценку плохо, и значит, нужно от этого отстраняться. Этот ярлык плохо идет за чувство, да? И опять мы возвращаемся. Оказывается, в своей голове и думаем. Думай, думай. Я думаю, я думаю, я думаю. Даже тогда, когда нужно чувствовать, он все равно продолжает воспринимать ситуацию и свои эмоции через свой ум. Что происходит? Кто бы мог перейти к другим выступлением. Что делать? Какой способ нам найти для того, чтобы? Ведь когда мы оказываемся в состоянии тревожности, при условии того, что мы даже эту тревожность... Так, поехали. Раз, два, три. Так. Я пока себя не вижу. Так, слышно, видно? Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, не ждать. Хорошо, поехали. Итак, мы остановились на том, что когда человек находится в состоянии своего «я думаю» и отказывается от своего «я чувствую», то он теряет свою опору. И я предложил вам слайд и спросил, как вы думаете, как можно обрести опору? Опору можно обрести самым простым способом. Например, изобрести эликсир отваги или снадобья смелости. Это на слайде. Но это, конечно, из мира магии. Для психологии это, конечно, просто шутка. Я хотел, чтобы вы улыбнулись. Вы улыбнулись? Ставим плюсы, кто улыбнулся. И дальше переходим к практике. Двигаемся к следующему слайду. Хорошо. Итак, исходя из своей практики консультирования и паовых тренингов, я заметил, что для того, чтобы человека включить, вернуть ему вот эту опору и включить его в продуктивное взаимодействие, очень важна первая ситуация. То есть очень важно ощущение, первый момент. И когда я обращаюсь к человеку на консультации или на тренинги, и прошу его сказать, что он чувствует, он говорит, что я думаю и так далее. И исходя из этой практики, когда я чувствую, а он думает, нам общаться просто невозможно. Поэтому самое главное – это правильно начать общение. И в связи с этим, в ходе многих своих консультирований и множества проведенных тренингов, я пришёл к выводу, что продуктивность тренинга, продуктивность работы моей и человека в тренинге моей и человека в консультации будет то, насколько мне в первый момент нашего взаимодействия удастся переместить внимание человека с того, как я чувствую, и вернуть ему опору. Для того, чтобы вернуть опору, нужно повернуть человека лицом к тревожности. Нужно, чтобы он увидел в себе это состояние. Если не увидел тревожность, то хотя бы вернулся к своему состоянию чувствования. Есть множество разных техник, методик, способов, как возвращать человека к его чувственной области, к его эмоциям. И помните, на первом слайде у меня был апельсин. И там было всего лишь написано «феномен тревожности и апельсин». И мы говорили о том, как мы проводили исследования, как проводили опрос. И в этот момент я обращался к вашему «я думаю». Но при этом тот апельсин, который был на картинке, он обращался уже к вашему «я чувству». И вот когда человек приходит на тренинг или на консультацию, первое, мы с ним вступаем во взаимодействие. Это техник, который я изначально применял, а потом расскажу о том, к какой универсальной технике я пришел. Итак, один из вариантов – это когда мы обращаемся к человеку через образ и через его тело. Ну, например, вот такая техника. Представьте, давайте сделаем вместе сейчас. Представьте, да, сядьте, положите руки на колени. Представьте, что у вас в руках прохладные, влажные такие два апельсина. В одной руке один апельсин и в другой руке один апельсин. А теперь начнем сжимать эти апельсины, да, и это напрягает вот наши пальцы. То есть мы начинаем перемещаться из «я думаю» в «я чувствую». Дальше мы включаем дыхание. Сжимая апельсины, мы делаем вдох. Разжимая апельсины, мы делаем выдох. И опять сжимаем мысленно. Те апельсины, которые мы представляем, делаем вдох. И на выдохе мы разжимаем руки. Это возвращает человека к «его я чувствую». Но в таких техниках есть один маленький недочет. Это то, что человек начинает возвращаться к себе, но от тренера или от психолога он в этот момент отключается. То есть когда он был в позиции «я думаю», он был вовне, он не чувствовал себя. Когда он вернулся в «я чувствую», он ушел из внешнего. Опять получается половинчатое такое состояние. Хорошо. Посмотрим еще один вариант техники. Еще можно включать чувства и различные области человеческого мозга посредством вопроса. Например, приходит человек, и мы, вступая в коммуникацию, чтобы вытащить его из вот этого состояния «я думаю», «я чувствую», начинаем задавать вопросы. Например, что видно из вашего окна? Вот что видно из вашего окна, если, например, вы бы сейчас сидели у меня в кабинете. Вы начинаете включать определенные участки головного мозга и вспоминаете, что видно из вашего окна. Включили аудио. Дальше. Какой звук доносится сейчас из-за стены? Мы начинаем прислушиваться, и мы включаем другие участки головного мозга и переключаемся на слух. Из чего состоял ваш завтрак? Скорее всего, вы переключите свое внимание на вкусовые ощущения. Техника хороша, мы возвращаем человека из состояния «я думаю», в состояние «я чувствую», но, опять же, да, мы выключаем его из внешнего. От внешнего вот этого. Где он был? Я думаю. В ходе различных практик, техник, разных вариантов применения разных методик у меня получился вот такой тройственный вариант. Да, такая тройственная сонастройка, где есть другие или другой, если это консультирование, да, и где есть мир, как окружающее пространство. В чем заключается плюс данной вот этой вот техники в момент начала взаимодействия? Он вытаскивает человека из состояния «я думаю», в состояние «я чувствую» и дает ему вот эту вот опору, которая необходима человеку, да. Второе. Взаимодействие включает с другим, устанавливая взаимодействие другим с другим, возвращает, сокращает психологическую дистанцию. Ага, мы уже начинаем взаимодействовать. И третье. Создается доверительная атмосфера с окружающим пространством. Как делается данная техника? Тройная сонастройка. Она делается через все то, что мы перед этим, о чем мы с вами перед этим говорили, но она делается в совокупности, в направленности на себя, на другого и на мир. Первое, да. Я предлагаю вам сейчас представить, какой вы, ну, возьмем, например, фрукты. Можно брать все, что угодно. Можно брать какие-то там растения, животные, птицы. Но вот с фруктами лучше всего получается, потому что больше задействуется в наших органах чувств. Итак, представьте, какой вы фрукт. Первое, что приходит вам в голову, не задумываясь. Первое. Ну, например, да, апельсин. Дальше представьте, какой этот апельсин, да. Он плотный, он сладкий, он сочный. И вот вы уже пошли через образы и некий такой символ себя, как апельсина, выстраивать свое эмоциональное отношение к себе. Да, какой я, я сочный. Может, я все-таки не сочный. Кто-то скажет, ну, апельсин, он такой кислый, да. Кто-то скажет, ну, апельсин, он такой вкусный или невкусный. Это идет со настройкой с собой. Второе. Я прошу представить теперь каждого из вас, меня в качестве какого-то фрукта относительно вас, не задумываясь, первое, что приходит вам в голову. Если я настраиваюсь с кем-то другим, я смотрю на этого человека и говорю, о, он похож на нас. Он такой весь важный, такой вот весь пафосный. У него есть зеленая такая вот елочка сверху. У него такое экзотическое одеяние такое, да. Когда я взаимодействую таким образом с клиентом во время начала консультации, он обращает внимание на меня, и он уже как-то меня для себя определяет и встраивает в свою конструкцию. И третье. Я прошу посмотреть вокруг. Особенно если вы находитесь не в своем пространстве, а вы пришли куда-то, в кабинет психолога, да, мы пришли. Или мы пришли на тренинг, или мы пришли к кому-то на какое-то общение. Мы смотрим вокруг и смотрим. Нравится нам цвет стен, нравится нам оформление потолка, нравится нам шторы, которые на окнах, или какая-то мебель. И выстраивая вот этот поиск, что мне здесь нравится, мы получается, как это говорит, дома и стены помогают, вот мы создаем такую конструкцию в незнакомом нам пространстве. И таким образом мы встраиваемся сначала в себя, потом во взаимодействии с другим, а потом во взаимодействии с тем пространством, в котором мы в данный момент находимся. Все. Получается, таким образом мы вернули человека в чувство, дали ему опору, мы сократили с ним психологическую дистанцию, и мы создали доверительную атмосферу. Что происходит? Получается, человек возвращается в состояние такой легкой уверенности. Я могу здесь взаимодействовать уже. И происходит снятие первого напряжения. Возвращается в состояние. Оказывается, хорошо там, где я есть. Все. После этого мы можем переходить уже к общению. И писать новую главу своей жизни. Выстраивать консультацию. Выстраивать тренинг. Эту методику, вот, тройственной сонастройки, ее можно применять и не обязательно во взаимодействии. Ее можно применять и как самонастройку. В любой ситуации, когда мы попадаем куда-то, где нам нужно общаться и нужно включиться в общение. Все. Теперь можно еще раз улыбнуться. Без апельсинов. Да. Я увидел вопрос по поводу кругосветного путешествия. Вот тут как раз картинка такая получилась. Не специально. В тревожности оно началось не с тревожности, оно началось со страха. И несколько лет назад я как раз провел такой эксперимент. Как я могу использовать страх на пользу себе? Какой алгоритм можно сформировать для того, чтобы легко справляться с любым состоянием страха? Вот. И для этого я отправил сам себя в качестве подопытного. Я был исследователем и тем, кто исследует в неизвестность. То есть суть была такая. Нужно было максимально обострить страх. Для этого из жизни были убраны все деньги. вещи, маршруты, карты, телефоны, все. И вот так вот ты выходишь в никуда и движешься. В течение года вот этот эксперимент проводился. И как раз вот в ходе этого эксперимента я пришел к тому, что страх – это уже вторичная составляющая. До страха есть вот это состояние тревожности, которое, как правило, игнорируется, не отслеживается. На этом все. Можно задавать вопросы, если они есть. Вот здесь есть мои контакты. Вот здесь есть... Он же WhatsApp. Я есть в ВК. Я есть в Facebook. И там тоже такой же... долл в статус. Так, никакой реакции нет. Меня слышит кто-нибудь? Дайте какую-нибудь обратную связь. Плюсик кто-нибудь поставьте. Так. Окей. Хорошо, все. Да, задержка точно. Это задержка, да. А я такой думаю, наверное, я один остался и сам с собой тут разговариваю. Хорошо. Есть вопросы? Павел, есть еще время? Если вопросы есть. Если нет вопросов, то... Угу, спасибо. Угу, хорошо. Да, Павел пишет, что время есть, поэтому если есть вопросы, задавайте. Да, там где-то был еще, я видел вопрос про тревожность со школьниками. Знаете, я работаю со взрослыми, да. До школы пока не дошел. В данный момент мы проводим исследования на базе, вот в Омске, я из Омска, мы проводим на базе нескольких учебных, высших учебных заведений исследования студентов. Поделитесь, если кто-то делал во время того, когда мы все это говорили. Угу. Класс, я вас слышал и слушал, спасибо. С паническими атаками, по поводу панических атак. С паническими атаками очень активно, важно добавлять момент дыхательных еще техник. Ну, то есть первый контакт, он все равно идет через вот эту тройственную сонастройку. А затем, если человек хочет уйти от их появления, мы применяем как раз дыхательные техники по определенному алгоритму. И у меня есть два примера. Женщина 30 лет и парень 24 лет. Через два месяца панические атаки прекратились. Кто-нибудь во время нашей трансляции вместе сделал вот эту вот сонастройку с собой, со мной? Кто-то представил меня в качестве какого-то фрукта? Если кто-то находился где-то в незнакомой обстановке, может быть, вы увидели эту обстановку по-другому. Она достаточно простая, но бывают такие, знаете, интересные ситуации, когда действительно человек там ходит все время в одно и то же помещение. И вдруг ему говорят, ну, а ты вот посмотри, что может являться в окружающем мире опорой. И он смотрит такой и говорит, я никогда не замечал. И кто-то замечает там какую-то пальму в углу, кто-то замечает вдруг, что оказывается стены не серые, как ему казалось, а в их офисе. А что стены какие-нибудь красивые, очень голубые, там, или еще какого-то цвета. Я был яблоком. Хорошо. Яблоком. Где можно об этих настройках почитать? Вот в текстовом варианте об этих настройках, Наталья Аркадьевна, нет. Наверное, нигде почитать. Есть в видео, в видео-вариантах на Ютьюбе. Да, согласен. Панические атаки – это психологические, это больше психотерапия. Но у меня свое взаимоотношение с таблетками. И когда человеком можно все-таки, он еще не ушел, туда не перешел, на грань психотерапии, он еще в области все-таки психологии, ему можно помочь без таблеток. Я все-таки считаю, что это психологическое консультирование возможно. Но это индивидуально очень. Нужно предварительно протестировать, пообщаться. И тогда уже видно, да. А так, да, в целом согласен, что не наша область. Ссылку на видео можно набрать, Александр Удалов в Ютьюбе, и попадете на мой канал. Там по плейлистам можно посмотреть и по поводу исследования страха, и по поводу этого путешествия, и по поводу различных психологических наработок, методик и техник. Так, ну что? Тригер. Да. 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 Хорошо, можем заканчивать. Да, да, со справочником, с этим тоже знаком. Все, по поводу того, как я справлялся, справлялся или справляюсь, справлялся в тот момент со страхами, каждый раз во время путешествия наступал какой-то момент, когда я думал, ну все, теперь я точно уже бесстрашный. Но потом происходил сбыль программы, ну в общем, это долгий рассказ и длительный процесс. Да, спасибо всем.